Республиканский творческий конкурс художественных, графических и фоторабот «Мир Победа. Отчий дом» впервые был проведен в 2016 году. Его организаторы в 2021 – Академия Матусовского при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР. В нынешнем конкурсе приняли участие воспитанники практически всех школ искусств Республики, а также творческих студий. В частности, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства имени Эдуарда Онищенко, Дворца культуры имени Ленина Антрацита, фотостудии «Олимпус» Кировского городского ДК и другие. В этом году жюри конкурса выбрали лучшие из более чем 200 работ, созданных юными художниками и фотографами со всей ЛНР. Призеров и победителей пригласили в ВУЗ, чтобы накануне Дня Победы и Дня Республики вручить заслуженные награды тем, кто, несмотря на юность лет, уже задумался о том, что такое мир, что такое война. У меня два прадеда воевала, я, безусловно, считаю это своим праздником. Рвем огромный букет сирени, ставим в доме и выходим на бессмертный полк. На работе Варвары «Юный офицер» мальчишка с 7 лет перед зеркалом примеряет офицерскую фуражку. И можно не сомневаться, что ее хозяин для мальчика – герой и пример. На рисунке Богдана Дорчука из Первомайской детской школы искусств очень трогательная сцена. У побеленного домика цветут яркие мальвы, а в центре композиции – мама, которая обнимает сына, вернувшегося с войны. Этой работой жюри присудили первое место в номинации «Графика». Кстати, «Мир, Победа, Отчий дом» – первый в творческой биографии Богдана. И сразу успех. У меня папа в Афгане воевал. Что рассказывал о войне папа? Пока что ничего. Он говорит, что сильно рано еще знать о войне. Согласитесь, было бы хорошо, чтобы дети о войне знали только по чужим рассказам. А лучше – только по книгам, учебникам, песням и кино. Чтобы сюжеты картины рождались в их фантазии, а не случались на соседней улице. Кстати, среди работ победителей и призеров конкурса, представленных на выставке, которую открыли сегодня же одновременно с церемонией награждения, не оказалось ни одного рисунка с изображениями сражений, взрывов и войны. Все они – размышления о людях, о подвиге героев Великой Отечественной войны и нынешних событий на Донбассе, о мире, о родине, о доме. Редактор субтитров А.Семкин